Мы с вами, когда переписку с участием надзорных органов затеем, по каждому пунктику вам все распишут. Не на повышенных тонах маскируя раздражение, на проблемной точке встретились рекоператоры управляющей компании. Солнечная поляна 94, новостройки, вид на которые портит строительный мусор. Управляющая компания, в свою очередь, не осуществляет свою обязанность по обслуживанию данной площадки. По словам рекоператора, управляющая компанией «Атлант» начала организовывать мусорные площадки осенью, сразу после сдачи дома известным барнаульским застройщикам. Твердокоммунальные отходы принимают в один контейнер. Пока новостройки этого достаточно. А здесь должны складировать крупногабаритный мусор. Объем килограммов в этом доме не может превышать 2,5 кубометров по нормативу накопления. Здесь же, как видно, отходов в несколько раз больше. Кроме того, в реестре этой площадки пока нет. Да и мусор, как объясняет рекоператор, не по назначению строительный. Мы видим утеплитель, мы видим гипсокартон, мы видим различные смеси строительные. Кожельшок прилично, многие уже заехали, живут. Ремонт много кто делает. Постоянно вечером мусор выносят. Ничего не сделано, голые плиты, все голое. Пол заливать, это все делать надо стены и выравнивать. Это больше стройка, которая должна вывозиться другими компаниями, не региональным оператором. Строительный мусор – это все виды отходов, которые скапливаются в результате проведенного ремонта, демонтажа, реконструкции или строительства. Вывозят стройку действительно другие организации, а зона ответственности рекоператора – лишь ТКО. Кстати, обычные мусоровозы не могут загружать стройку. Это может привести к поломке транспорта и проблемах с вывозом мусора во всем районе. Но в этой управляющей компании другое мнение. Разрешение на капитальный ремонт есть? Нет, вы так не разграничите. У меня тоже нет. Вы разграничите? Соответственно, весь этот мусор у меня не от капитального ремонта. У меня здесь нет ни бетонных плит, у меня здесь нет ни ломаных стен, ни крыши. А утеплитель? Что за утеплитель-то здесь? Ну, с балкона сняли утеплитель, переделали. Так они, может быть, несущие конструкции переделали. При этом прописано ли отличие мусора от капитального и текущего ремонта, в управляющей компании отвечают так. Да, конечно, нет. Есть понятие капитального ремонта и текущего ремонта, да, а разделить мусор, ну, это на самом деле нереально. Но реально. И дело даже не в позиции разделять стройку на капитальную и текущую, а желание содержать двор в чистоте. В барнаульских новостройках часто можно увидеть специальные большие контейнеры, которые УКА устанавливают сразу после сдачи дома и на период ремонтных работ. Туда жители и складируют стройку. А для крупногабаритного мусора организуют другие площадки и баки. Это исключает и беспорядок на обычный контейнер на площадке, и образование свалок на придомовых территориях. А такой вид, по мнению экспертов, попадает под действие статьи о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды административного кодекса. Пока же стороны заключили акт, который направят в надзорный орган. Роспотребнадзор должен будет изучить мусор и дать оценку, кто все-таки должен утилизировать эти отходы. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.